2 сентября в обновленную школу в Правдинском пойдут 687 учащихся. Работа здесь начали в январе и за 8 месяцев здание преобразилось. Сейчас ремонт находится на завершающей стадии. Готова внешняя и внутренняя отделка, заведены инженерные коммуникации, положен асфальт. В течение нескольких дней специалисты планируют закончить благоустройство территории. Оборудование на сегодняшний момент все практически находится в школе. Вопрос стоит в том, чтобы подключение оборудования, расстановка оборудования, установка парт, досок, наведение порядка. Ну и собственно говоря, я считаю, что полностью данный объект готов к эксплуатации и 2 числа мы торжественно здесь примем наших детей. Второй образовательный объект – новая школа на 550 мест в микрорайоне Завета Ильича. На прилегающей территории заканчивают обустраивать площадку для проведения общешкольных линейок и праздников, а также физкультурно-спортивную зону. Кабинеты полностью укомплектованы. Расставлены парты, заведена вода в кабинетах физики, химии, биологии, установлены интерактивные панели. Презентация идет? Да. Мы отказались от интерактивных досок и завезли интерактивные панели. Правильно. По плану в трехэтажном здании школы, помимо учебных кабинетов, разместят лаборантский, медицинский блок, спортивные актовые залы, библиотечный информационный центр. Степень готовности очень высокая. Сегодня мы все посмотрели, что фактически все строительные работы закончены. Заканчиваются некоторые элементы фасада. Сейчас монтируют монтажники. В основном, конечно, декоративные. Благоустройство сформировано. Котельная стоит, котельная стоит на месте, газопровод подключен. То есть, та проблематика какая была и те риски, которые возникали в процессе строительства на сегодняшний момент, они пришли к своему завершению. В итоге мы получаем новую, современную, комфортабельную, интересную школу, очень интересный проект. Заключительной точкой стало посещение школы в селе Братовщина. Готовность объекта высокая. Сюда завезли необходимую мебель и оборудование. Подрядчик активно занимается благоустройством пришкольной территории. Работы ведут в соответствии с графиком. Ремонт во всех перечисленных учебных заведениях будет закончен к новому учебному году. Камила Клиновская, Александр Корнеев, Мария Головачева, Анна Белова. Новости Большого округа.